здравствуйте дорогие друзья эта компания про тюнинг на связи никита и мой соведущий игорь это очередной выпуск авто новостей присаживайтесь поудобно мы начинаем но прежде подпишитесь на наш канал это важно для нас и для алгоритмов ютуба и так друзья первая новость новый лифтбэк mazda и z6 получил технику от донора что же это значит тут начать стоит с того что сейчас mazda начала работать совместно с компанией changan они выпускаются место новые автомобили и в качестве донора у нас как раз таки является один из автомобилей дочернего бренда changan который называется depal sl03 машина у нас форм-фактора лифтбэк которым будет принципе та же самая mazda шестерка это прямо это будет автомобиль на замену ей в качестве техники как раз таки про который сейчас говорится в этой новости у нас будет выступать два варианта силовых установок это полностью электрический автомобиль и вариант с гибридной силовой установкой то есть это будет стандартный последовательный гибрид который мы уже видели во многих китайских автомобилях в принципе это уже не новая техника для нас мы все понимаем как она работает единственное что остается под вопросом то что не раскрывают конкретной мощности которая будет автомобиля привода и так далее то есть мы понимаем только сами силовые установки но если ориентироваться на сам depal sl03 у нас там было несколько вариантов электромоторов это сам мотор мощностью 218 лошадиных сил и 258 лошадиных сил и емкость батареи у нас 80 киловатт час и если мы будем смотреть на версию гибридную это стандартная полторашка рядная четырехцилиндровая и вместе с ней будет собственно сам электромотор который будет мощностью 238 лошадиных сил ну в общем понятное дело что это не будет супер какой-то спорткар быстро но опять же для класса mazda 6 я думаю этого этой мощности будет вполне достаточно то есть автомобиль стандартный городской просто для комфортного передвижения ну и плюс с гибридной остановкой если его брать то это будет машина которая будет способна проехать больше тысячи километров с одного бака топлива принципе вообще mazda 6 мне очень нравится как автомобиль очень экономичное подходит вообще практически для каждой ситуации тебе не кажется прикольная машина но для каждой ситуации нет автомобиля который подошел бы от одного автомобиля которую подошел под всей ситуации то есть допустим bmw x5 семейная машина большая на которую можно поехать хоть через всю россию хоть полмира полмира на ней проехать дизельная машина которая будет надежной экономичная и так далее и допустим ты захочешь прокатиться летом с девушкой с женой вдвоем куда-нибудь на море в крым или черное море но на эксперт это будет это будет нормально сделать да не спорю гораздо это гораздо комфортнее будет я на чем тогда то есть допустим у нас был mercedes мггт вот я на нем поехал я прикольно ну а я бы поехал на том что есть у моего отца следующая новость кстати интересненькая представлен новый lamborghini urus с и 2025 года это последний суперкар компании с двигателем внутреннего сгорания это действительно очень интересно что же они будут дальше то на чем на чем электрички в а баргини и так что у нас вообще произошло в этом рестайлинге машины поменялось внешне и как мне кажется на самом деле получилось очень даже симпатично то есть у нас сохранились те самые формы те самые пропорции urus а он не стал прям совершенно каким-то другим просто произошел такой прикольный рестайлинг то есть поменялась передняя оптика бампера в салоне у нас появились новые экраны также здесь кстати добавят новые режимы езды потому что у нас здесь спасибо что остался в 84 литровый и он у нас будет работать в совокупности с электромотором который будет установлен в коробке передач современная тенденция это уже в принципе не новость то же самое она встречается современных бмв mercedes то есть ставится небольшой электромотор который подкручивая двигатель и добавляет ему еще мощности машина стала чуть чуть быстрее разгоняется от 0 до 100 за 34 секунды и мощность составляет теперь 789 лошадиных сил и 701 ньютон-метр крутящего момента и еще что примечательно что благодаря краски к электромотору ему нужна электро батарея которая там появилась теперь машина может проехать до 37 километров полностью на электротяге не знаю зачем это конечно нужно но возможно это новая эра какая-то электромобилей но так есть потому что вот мы постоянно говорим про то что многие сейчас отказываются от электромобилей раньше у нас буквально пару лет назад было повесить кстати ламберге ничего не отказалась ну да ждем нового газа тесны тесты даже продажи тесты упали очень многие начинают опять откатываться фирмы в общем суть в том что ну все уже потихоньку начинают разворачиваться обратно стороны от электромобилей из все смотрят в сторону гибридных машин машина водроди и так далее поэтому как раз таки у нас появляются машины вот с такими установками еще один момент вот почему допустим у бмв у мерседесов есть такие установки насколько слышал есть регламенты в европе по именно автомобилям с гибридными установками электромоторами и так далее то есть они выпускают машины по сути документ по документацию взять допустим если ли 9 у которого тяга ну которые двигатели электромоторы придут на колеса осуществляется только только с помощью электричества электромоторов и допустим вот у нас стоит mercedes с 63 а вот последний новый его не видно а вот вот это видно но здесь мотор не то ну вот допустим до бмв x5 если взять бмв x5 м у нее стоит dvs 44 литра и в нем просто небольшой электромотор который учить подкручивать то есть тут у нас машина ездит полностью на бензине мотор сам твс крутит колеса а для девятом у нас электромотор и крутит колеса но по документации у тебя это одна и та же технология то есть чтобы не делать прям электрокарм пошли 9 ощущается как электрокарда это ощущается как машина с dvs но по документации то же самое и то есть вот такие вот хитрые способы используют чтобы для фанатской такой вот аудитория урус покупают в основном люди которые фанатеют по таким машинам плюс в 8 все хотят ездить на двс делают собственно такие вот технологии но для меня ламборджини это все-таки это все-таки ламборгини да итак друзья следующая новость rolls-royce калинан продемонстрировал впечатляющие рейстальник впечатляющие настолько что хочется просто перелистнуть быстрее страничку на самом деле но это лично мое мнение потому что ну мне сейчас на этот рейстальник не сильно понравился мне вот больше по душе их вот классика знаешь вот предыдущие поколения когда они были сейчас одну что это это просто футуристичная какая-то вот он потерял свою роскошь мне кажется нет на самом деле можно так сказать во первых ладно начинаем с того что не нравится вот допустим мне это лично мое мнение я частично его поддерживаю мне нравится передний бампер как они его сделали то есть у нас росс-ройс автомобиль статусный дорогой образцы у нас везде прямые линии то есть максимально все угловатая такое вот чтобы именно показать что он прям вот максимально дорогой и при этом добавляют у нас передний бампер как будто бы от бмв м2 но здесь это объяснимо потому что rolls-royce на собственно калина не снизил возрастную категорию своих покупателей потому что раньше его покупали люди которые в основном ездили сзади у них был свой личный водитель и вот средний возраст этих людей составлял 54 года сегодня они уже приблизились к отметке 45 лет то есть на целых девять лет на самом деле достаточно много и для более так скажем молодой аудитории для блогеры уже в том числе до показали вот такой автомобиль из обновленного что у нас это естественно сама передняя часть мне кстати очень нравятся фары как сделаны фары дохо и слезки это что очень круто сделано та же самая решетка у нас осталось такой вот прямоугольной формы здесь у нас теперь появились наконец-то 23 дюймовые колесные диски все-таки камера у нас машина большая 23 колеса в нем не всегда идеально смотрелись в 23 это будет прям то что надо и самое основное вот что мне прям больше всего понравилось то как изменился салон а именно отделка которая у нас будет здесь присутствовать очень много различных вариаций как будет выглядеть обивка салона выглядит на самом деле безумно классная такого нигде вообще не видел и очень дорого по технике в принципе все осталось то же самое также у нас будет присутствовать модели с двигателем в 12 то есть динамика в автомобиле будет присутствовать да и кстати еще один момент про салон раньше у нас кально была машина все-таки такая для более людей старшего возраста все было максимально до максимально на механике сделано аналоговый аналоговый вот да правильно и теперь у нас допустим приборная панель стала полностью электронная но опять же если мы ориентируемся на более молодое поколение все новые автомобили которые выпускаются у нас для людей помладше они идут с электронной приборной панелью здесь это тоже не стало исключением также у нас часы переместились на сторону пассажира и под ними у нас находится тот самый дух экстаза вот это вот эмблема которая у нас на капоте она у нас теперь имеется и под часами внутри автомобиля ну собственно стороны пассажир это чтобы пассажиры не забывали на чем их везут все правильно да да все правильно статус должна быть видишь какая машина да она должна быть именно в каждой детали абсолютно прослеживаться но все-таки машина стоит достаточно много и человек должен понимать за что он отдает деньги вот допустим за значок на пассажирском сиденье в том числе но пока что цены не озвучивали вот на кстати поводу часов еще момент тоже мы обсуждали новости о том что сейчас стараются делать максимально безопасно обстановку для водителя то есть допустим уходят уже немного от экранов мультимедиа которые полностью у нас сенсорные где у нас внутри находятся и управление климат-контролем абсолютно все у нас пропали просто в раз физические кнопки и все это принеслось в экран это небезопасно я уже говорил о том что вы едете за рулем когда у вас есть физическая кнопка вы знаете где она находится как она ощущается можно несмотря на нее собственно допустим подрегулировать температуру что-то включить выключить и так далее и это можно в принципе объяснить что часы у нас находится стороны пассажира то есть творитель лучше туда не смотри а смотри на дорогу допустим в парше как сделано у нас все вообще находится прямо на верхней части пар приза посередине да то есть мне нужно отвалить взгляд на центральную консоль сюда в сторону ты можешь смотреть на дорогу кину взгляд на часы и ехать дальше то есть это тоже такая вот мелочь которая продумана в принципе для безопасности вот это вот суши на салон вообще просто вот звездное небо потолок и ты вот тут открываешь сидишь со своей мадам и ты тоже звездное небо ничего себе подожди это что еще и сиденья даже расписанные расшиты до сиденья и дверные карты тоже присмотришься не сделано очень круто но это конечно люкс конечно люкс да согласен они говорят что у них на 11 километров нити может быть нанесено до двух и двух миллионов стежков почему 11 километров выбрана вопрос но в принципе да цифры впечатляют ну и на самом деле выглядит очень классно опять же повторюсь салон но вокально это вообще что-то другое я такого машинах еще не видел это конечно да произведение искусства можно так это назвать до новый кроссовер opel frontera пришел на смену crossland а тут что хочется сказать я надеюсь все знают что такое при фронтера это раньше вот это раньше у нас был такой большой рамный внедорожник который мог проехать в принципе везде и с течением времени автомобильный мир очень сильно меняется это затронула собственно тому саду ту самую фронтеру теперь это у нас станет очень компактный такой маленький кроссовер и в основном для городского передвижения будет он сделан на красной платформе автомобильный концерт с талантис это cmp называется сама платформа есть уже автомобиль который ездит по дорогам доступен продажи это citroen ds3 и вот так вот собственно он выглядит машин достаточно маленькая если посмотреть чем станет новая фронтера и чем она была раньше то возникнут вопросы почему так но опять же я и говорю что в принципе машины меняются раньше допустим самый такой наглядный пример это mitsubishi eclipse это в 90-х годах был такой вот компактный двухдверный автомобиль такого спортивного так скажем предназначения а сегодня у нас есть mitsubishi eclipse cross это вот примерно то же самое что apple frontier новый то есть раньше у тебя был легковой автомобиль двухдверный купе прикольно все круто классно а сейчас у тебя кроссовер если что мне непонятно то есть вот они на село вообще никакой ориентации не делаю то есть все машины то есть она была большая до этого сейчас она стала маленьким кроссовером то есть ну по бездорожью грубо говоря ты уже на этой машине особо сильно не покатаешься но это больше наверное влияет именно европе все это вот до токи автомобиль нужны европе они любят маленькие машины которые проезжают везде узкие улочки рима например то есть это самый такой основной контингент который покупает эти машины люди любят такого форм-фактор то же самое как допустим универсал и продаются больше всего в европе куда мы идем а мы идем друзья к следующей новости итак друзья переходим к следующей новости обновленный кроссовер kia eva 6 получила другую оптику изогнутый дисплей и более емкую батарею тут вообще на самом деле в этой новости я хотел обсудить дизайн машины футуристично да 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 вот прям то что я хотел сказать очень классно делают дизайн в киа могут буквально недавно обсуждали с мурадом новый минивэн который выпустил окрас такой представила точнее киа которым был просто ультра футуристичный дизайн а при этом тоже были сохранены те самые формы узнаваемые киа на машина смотрелась реально вот как как будто фильм смотришь и вот машина где где-то 2150 год и вот там вот такие вот машины ездят они уже показывают а сегодня тут у нас собственно произошел рестайлинг у автомобиля приобрела на кей сказал более футуристичную форму теперь у нас здесь более емкая батарея но на самом деле не особо больше то есть раньше у нас было 77 кВт час батарея сегодня 84 и это нам дает 19 километров дополнительных к запасу хода и еще хочется как будто вы вообще немного да 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 но опять чуть-чуть как бы увеличили для того чтобы продать автомобиль в плане рестайлинга этого в принципе достаточно также добавили новые экраны в салон и еще за что от меня сразу цепляется глаз это руль в киа как он выглядит у нас смещенный логотип в правую часть руля то есть раньше у всех машин в принципе сейчас логотипе сюда по центру логично нормально да то есть ты крутишь руль он остается в центре у тебя а тут его крутишь он будет постоянно куда-то уходить это будет просто микроса от для перефекциониста да на самом деле да это будет очень сильно раздражать некоторый тип людей но на самом деле да это будет мне кажется очень сильно раздражать некую часть населения но мне кажется я бы сделал вот так я бы развернул руль и чтобы у меня логотип по середине вот так стоял ну не знаю не делать это никогда так не делайте даже когда едете за рулем никогда не крутите руль это шутка друзья на самом деле конечно может быть выключишь это следующая новость патриотичная завод москвич перешел на полный цикл производства автомобилей наконец-то наконец-то ну тут наверное заголовок немножко такой громковатый да конечно я просто переигрываю да тут у нас теперь что будет делаться помимо того что раньше верили что вот мы просто перевешиваем шильдики и значки и так далее на самом деле все немножко сложнее теперь у нас будет в процесс производства включена сварка и окраска автомобилей да это не супер какие-то вот со стороны может показаться что ну подумаешь ну сварили подумаешь окрасили но это уже какие-то шаги к тому чтобы именно сам бренд москвич развивался не просто перепродают машины там условно да там крупного узловая сборка и так далее а уже выстраивают потихоньку производства флажа да чтобы уже полностью машину произвелить у нас и я надеюсь что в будущем все-таки будут развиваться делать да то есть машина не как сейчас принято говорить наших азиатских партнеров грубо говоря давайте выкупать у них лицензию и собственно производить автомобили под своим брендом а через там 5-10 я надеюсь лет лет появится прям полностью русский автомобиль москвич то и сейчас я это воспринимаю как очень крутой старт москвич который был просто мертвый сейчас как-то воскресили делают машины зарабатывают деньги трудоустраивают людей и так далее и эта база может помочь тому чтобы в будущем сделали уже свой автомобиль точно ну тут я я только могу пожелать удачи нашим производителям из попросить их чтобы они это как чуть побыстрее сделать нет ладно не попросить а пожелать им удачи и скорейшего выздоровления удачи удачи парни и давайте двигать наше производство это важно чтобы у нас стране наконец-то это автопром хотя на самом деле это не такая уж большая беда как еще звучало там лет десять-пятнадцать может быть назад сейчас более-менее все ровненько но мы только рады двигаемся дальше следующая новость ford откладывает полный переход на электромобиле в европе и готовит конкурента дастер наконец-то голова начинает работать заново спасибо ford ну туда опять же стоит повторить что еще один автомобильный бренд который уходит от отказа от dvs к 2030 году кто вот граница которые все нам говорили буквально пару лет назад и хочется сказать что не будет такого что электромобили полностью уйдут с рынков не то что они там какие-то плохие ужасные и так далее они будут занимать какую-то часть рынка это классный вариант допустим по городу ездить очень круто дешево и так далее городе в котором есть электророзетки везде в том числе да да но как было в 2021 году когда ford заявил что они 2030 году полностью откажутся от dvs в европе убрали ford мандео эко спорт и так далее многие модели и в этом году у них просто с чувству какой-то провал в продажах настолько что к концу года планируют убыток более чем в 50 миллиардов долларов и внушительность да такие новости заставляют задуматься что собственно сделала сама компания ford и еще один автомобильный бренд который заявляет нам о том что 2030 году не будет полностью отказываться от dvs ну что ж дорогие друзья наш новостной выпуск подошел к концу также хочется добавить что про тюнинг это автосалон тюнинг-центр сервис скоро у нас все это будет собрано в одном месте по адресу город краснодар улица российская 263 такого еще вы точно не видели не забывайте про наш в самом городе москва что мы можем привести самые эксклюзивные самые крутые автомобили в кратчайшие сроки и по очень выгодной цене подписывайтесь на наш канал если вы до сих пор этого не сделали по какой-либо причине ставьте колокольчик лайк этому видео если она вам понравилось пишите в комментарии какие автомобили вы предпочитаете электрические либо же с двигателем dvs удачи на дорогах до новых встреч всем пока пока